Доброе утро! Доброе утро! А тут видео будут оценивать другие люди. Сами тоже хочу на вас. Доброе утро! Сегодня пятница, сейчас 10.50 утра. И направляюсь в Ригу, потому что у меня сегодня исключительно приятные дела. Во-первых, еду в Зару. Наконец-таки открылась Зара, но только в Акрополе и в Альфе, но я поеду в Акрополь. Мне, на самом деле, в Акрополь очень удобно ехать. Конечно, бы могла поехать в Альфу, но не хочу в Альфу, хочу в Акрополь. И потому что знакомая написала, что там классная одежда, и есть что покупать. Поедем, заценим. И потом в час у меня Олечка. Мне нужно покрасить мои ужасные корни. Я была три недели назад, и на этот раз корни очень сильно отросли. Но это, конечно, радует. Волосы растут, а это хорошо. Но у меня было такое достаточно нервозное утро, потому что я делала видео не для себя. Это я делала видео для одной компании. И, конечно, когда делаешь видео для себя, ты сам оцениваешь хорошо, плохо. А тут видео будут оценивать другие люди. Это, конечно, сразу же придает волнение. Но я думаю, все будет хорошо. По крайней мере, я отослала видео Диане, и она сказала, что все круто будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Привет! Я приехала к Коле. И я впервые, по-моему, в жизни перепутала время. Хорошо, что немного, но на полчаса. Но ничего, я сейчас посижу в машине, перекушу, отвечу на имейлы кое-какие. И тогда пойдем красить корни. Поход в Зару был достаточно успешный. Я пришла, мне повезло, что не было очереди. Но когда туда зашла, божечки, было столько людей. И все эти люди... Обычно, когда заходишь в магазин, люди гуляют, выбирают. Ну, там по, не знаю, по 2-3 штучки. Сейчас у всех людей было вот такая громадная... Столько вещей. Я от этого шока, что все набирают столько много. Я смотрю на эту одежду, и мне это не нравится. Я думаю, не, не, а, стоп, Лин. Успокойся. Я пошла в детский отдел. Нашла один милый комплектик Маркусу. И потом уже прошлась, просмотрела. И нашла очень много красивых топиков. Так что приедем, думаю, покажу вам все. И да, потом зашла еще в мохито и в манго. Но там вообще безуспешно, ничего не нашла. На, ты, да? Опа-да! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Кастерин путнич? Куртопут, нау путнини. Посыскать шосмич, лайкс, нау? Нау! Кур, курир. Нау? Кур путнини. Доброе утро, моя YouTube-семья. Сейчас полдевятого утра, суббота. Мы уже все встали, позавтракали. И решила, что пришел наконец-таки тот момент, когда я поделюсь с вами своими покупками. И думаю, что начнем с Дугласа. В Дугласе была где-то две недели назад. До сих пор я не открывала этот мешочек. Во-первых, приобрела духи от Арианы Гранда Курлаук. Это мои самые любимые духи для повседневного дня. Они очень сладкие. И если они со мной уже какое-то время, вы знаете, что я любительница сладких духов. И мне нравятся Арианы Гранда духи тем, что они не такие уж дорогие. 40 мл, 50 мл стоит 40 евро. Но это не очень дорого для духов. Тем более я попала, по-моему, во время скидок, потому что я 50 мл получила вообще за 30 евро. Увидела такое вот очищающее средство для кисточек от Дугласа. Если честно, взяла чисто ради любопытства, потому что все эти средства, которые я брала до этого, похожего рода, они все меня расстраивали. И они не выполняли свои функции. Но мне все же хочется найти хороший продукт. Поэтому я взяла вот такой от Дугласа. И цена 7,99. Взяла новый консилер от фирмы Эльф. Попробовала его в Дугласе очень густой консистенции. И если мы говорим про консилер, я всегда выбираю консилер очень густой консистенции. Но, поскольку мне нравятся больше такие консилеры, мне очень интересно всегда, как консилер действует с кожей через несколько часов, и как выглядит область под глазами через несколько часов. Ну, тут написано, что стойкость 16 часов. Эльф фирма мне нравится. Есть фирма Эльф. Мне нравится. Но есть хорошие продукты, и также есть очень плохие продукты. Я буду надеяться, что это будет один из хороших продуктов. Цена 8,99. И также взяла себе новый праймер от Smashbox. Я, в принципе, перепробовала все праймеры от Smashbox. Но этот, походу, что новый, потому что такой я не видела, либо раньше не замечала. Поэтому взяла. Цена 14,99. И также я разорилась немного и взяла себе новый тональный крем от YSL, от Yves Saint Laurent. Если бы мне спросили, какие мои самые любимые продукты косметики, ответила, что точно тональники и точно помадой я их могу покупать, и покупать, и пробовать, и тестировать. Но этот тональник у меня уже был несколько лет назад. По-моему, даже я делала обзор тут, на своем канале. Это был один из моих первых видео. Я постараюсь его найти. Этот тональник очень хороший, но, конечно же, цена высокая. 54 евро. Но я знаю, что мне этот тональник хватит на год, поэтому мне не жалко. Также мне пришли две пиар-посылки, которые, я думаю, я так вам скажу. Первая пиар-посылка с фирмы Sapio. Они мне прислали продукты на тестирование. Тут три продукта. Это лосьон для тела, лосьон для лица и также очищающее средство. Мне интересен запах. Ммм, запах очень приятный. Это такой запах, который ты ждешь от продукта, который дорого стоит. Вот именно так пахнут эти средства. Сейчас послушаем лосьон для тела. О-о-о, очень приятный запах. И также прислали пиар-посылку фирмы Aromamama. Aromama? Aromama? Не знаю, как правильно вы говорите, но я уже открывала эту посылку, смотрела тут очень классные штучки. Во-первых, они прислали солнцезащитный крем SPF 50. Они прислали масло для загара, которое, я уже слушала запах, пахнет как печенюшки. И тут классно то, что, я не знаю, видно вам нет, но это все масло в блестках. Я думаю, что будет очень красивый эффект, когда буду пользоваться этим маслом. Также прислали экстракт гордыни в кокосовом масле. Я читала, что это масло можно наносить и на лицо, и на волосы. Также они прислали парфюм для спальни и постельного белья. Такой очень сильный аромат. Я пока не знаю, нравится мне или нет, потому что я знаю, что с этими средствами нужно их попробовать, и потом уже дать свой финальный вердикт, нравится или не нравится. Но вот это также парфюм для спальни и постельного белья, но для взрослых. Я послушала этот запах. Я от него просто без ума. Я думаю, что я сегодня попробую надушить комнату и постельное белье этим запахом. Но напоминают мне все восточные страны. И теперь настало время показать все свои покупки с магазинов. В резерве, где я уже была достаточно давно, там я купила такие вот черные шортики, очень простые, но очень удобные, для жаркого летнего дня. Мне кажется, очень даже хороший вариант. Летом не будет потеть попа. И также купила такую вот очень милую, красивую блузку. Вот, такую вот, которую я уже одевала на день рождения мамы. И нравится то, что, в принципе, эту блузку можно одеть как и в простой день, так и если куда-то нужно нарядиться, просто нужно поменять аксессуары, обувь. В общем, хорошая находка. И потом взяла бижутерию, но я уже очень сильно пожалела, потому что половину от этой бижутерии мне пришлось выкинуть, потому что качество очень плохое. Но я также взяла такие вот браслетики на руку. Я думаю, что летом будет много разных всяких мероприятий. Я думаю, что мне пригодится. Потом была в Эйчинэме. Во-первых, я нашла вот такую льеную рубашку. Я уже давно такую хотела, у меня такой не было. И летом, когда жарко, хочется одеть именно чего-то такого. Качество очень хорошее. Размер XS и цена 25 евро. Потом взяла два платьишка себе. Два очень простых платьишка, но, опять же, такие, если правильно скомбинировать с аксессуарами и с обувью, то получается очень красивый лук. Вот такое вот пустое черное платьишко. Можно одевать просто так, можно одевать с поясом. В общем, очень простой, очень простой, красивый вариант. Размер XS и цена 29,99. Конечно же, это платьишко нужно еще погладить, прежде чем одевать. И потом нашла очень красивое белое платье. Мне, конечно, трудно вам так показать. Я стиль такого платья называю путевком в Грецию, потому что, не знаю, напоминает мне Грецию, Санторини. очень красивое белое платье. И цена 24,99. И размер XS очень, не знаю, мне очень понравилось. Там в эти... Вау! Там в эти нами было... Там в эти нами было еще... Там в эти нами было еще очень много... вариантов, но это платье село на мне лучше всего. Потом взяла такую вот простую резинку для волос, потому что моя уже старая, и я хотела обновить резинку. И потом взяла некоторые вещи для Маркуса. Во-первых, взяла такой вот милый свитерочек со слоником. По-моему, мне очень понравился вот этот бежевый... Бежебеловый... Беловый... Бежебелый цвет. Цена 9,99. И также, я не знаю, помните вы или нет, но у Маркуса был такой же свитер, только с коричневыми слониками. Я не знаю, почему меня привлекает настолько сильно этот дизайн, но, конечно, из того свитера Маркус вырос, поэтому я взяла такой же свитер, но с синими слониками, и размер побольше. Цена вообще 7,99. И в комплект с этим свитерочком я взяла ему простые синие штанишки. Я сейчас покупаю ему... Стараюсь покупать только такие удобные штаны, потому что в садике ему в них удобнее всего. И цена 12,99. И теперь пришло время для покупок Zara. Там я была вчера. Тут я нашла очень красивые вещи. Во-первых, я нашла такой вот потрясающий оранжевый свитер. Мне очень понравился этот оттенок оранжевого. Он такой сочный-сочный для лета, то, что надо. И размер S, и цена 17,95. Я бы взяла размер поменьше, но размера меньше у них вообще не было. Но все же, на лето очень ярко и классно. Да! Потом взяла такую вот простенькую маечку в линейку. Я думаю, что многие из вас это уже знают, но вдруг кто-то из вас не знает. Если вы хотите визуально сделать себя выше, тогда всегда берите полоски вертикально, нежели горизонтально, потому что если вы одеваете одежду с горизонтальными линиями, вы будете выглядеть короче, ниже. Поэтому да, вот такая вот простая маечка. Размер S и цена 9,95. Опять же таки, я бы брала размер меньше, но размера меньше не было. Взяла такие вот классные шортики на лето. Очень понравился вот этот вот оттенок для лета, по-моему, самый раз. Размер 34 и цена 19,95. Очень хорошая покупка. И я, когда увидела эти шорты, я подумала, вот это шорты на лето. Естественно, я их взяла. И хорошо сели, поэтому я их взяла. Взяла комплектик Маркусу. Как же без этого? Такая вот милая футболка с бананчиками. И в комплектике с шортиками. В Заре, конечно, вещи для детей просто очаровательные, но цены тоже очаровательные. Но хотя этот комплект был не настолько дорогой. Вот, шортики стоили 7,95. И майка стоила... Майка стоила... Сейчас я вам скажу. И майка также стоила 7,95. Потом взяла еще такую вот маечку. Также очень понравился цвет. Понравилась ткань, понравился дизайн. Размер S и цена 7,95. Как вы видите, в Заре можно приобрести очень красивые майки. За недорого. Вот такой вот топик. У меня уже есть такой. Но у меня и точно такой же есть носка с длинными рукавами. Мне очень нравится фасон, также нравится дизайн, нравится материал. Поэтому я взяла еще. Поэтому я взяла такой же топик. Бодик. И цена 9,95 и размер S. И когда я уже стояла на кассе, я купила вот такие вот белые шорты. Очень понравилась деталь рваных джинс. Но проблема в том, что я уже стояла на кассе 100-500 лет. Поэтому я подумала, нет, я не стану их мерить. Я просто взяла 34 размер и цена 17,95. Итак, это были все мои покупки в последнее время. Я очень довольна. Очень красивые вещи. Теперь, конечно же, только нужно ждать лето. Лето, лето где-то. Ну, а я думаю, что я на этом прощаюсь с вами. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться. И увидимся уже совсем скоро. Пока!